Приглашается Павла Марина. Приготовится Шадринца Ореля. Геннадий думает с любовью к России. В годы разные и трудовые, сквозь столетия пророс и окреп замечательный голос. Россия, что даёт нам и солнце, и хлеб. В этом голосе звонкие зёрна, сёл, станиц, деревень, городков. Средь такого богатства бесспорно не затерян наш сказочный песок. Началось время, гудело тревожно, на московских холмах, над Невой. Стены псковские древние тоже ту тревогу познали слегка. Крестоносцев, ливонцев и прочей тёмной силы с крестами и без. Примирялось к земле нашей очень-очень много, но псков не исчез. Уберёг он легенды и были, и красу свою вынес из тьмы. А уж если в нём что-то изгубили, то не столько враги, сколько мы. Так у нас, так везде по России. Нам нельзя жить, как жили вчера. Наши звоны и песни святые пусть сольются во имя добра. Продолжается четвийцева Овесья. Ты готовишься, кролосик Станислав. Станислав Золот. Два коня. И однажды в чудо-две шага до площади Вдруг виденье мигнял, слава на древней приподнице львы. Два коня на лугу, две усталых, просетланных лошади, Одинок стоят, золотистые шеи скрестили. Два коня на лугу, на вечернем угоду туманен, Два коня над рекой, уклывающей в красный закат. У окушки лесной, где висит комарина и омарева, И пушистых демсов, перепелочи гнезды дали. И звенят за рекой, и сверкают в некошенной свежести Две последних косы, луговые, срезают цветы, И сожмется душа от нежданной, негаданной нежности, От земной и родной, и такой неземной красоты. И куда б не лететь через весь этот незаполошенный, От себя, с новой, мы куда не отпустят меня. Два коня на лугу, две усталые, расседланных лошади, Посреди на земли, на вечернем лугу, два коня. Летописец любви, никого не прошу я о помощи, Только память мою, где в разливе добра и тепла, Добухают просто их червонные кривы до полночи, И малинок из жарки случают большие тела. Два коня, две красы, обреченную друг к другу прижатые, Той же силой земной, что гуляет по венам моим, И рождает детей, и возносит колосья усатые, И уводит людей от земли в галактический дым. И какие вредцы на млечном пути не положатся, В них опять звенит неизбывный славянский мотив. Два коня на лугу, две усталых, расседланных лошади, Одинок из коня, золотистые шеи скрестят, Два коня на лугу. Приглашается с пролом Станислав, Приготовится от отряда оранжевый. Здравствуйте, Станислав Золотцев. Что бы там на свете не скучилось, Что бы в жизни не произошло, Будут нам нужны, как и Божья милость, Детский смех и женское тепло. И любые новые уставы не заменят в наши времена Людям работящим и усталым Мякоть хлеба и стакан вина. И любые новые законы не отменят эту благодать, Жажду быть любимым и влюбленным, Веселиться, петь и танцевать. Главную жизнь, по счастью, не зависит От знаменон, от партий, от творцов, От трескучих фраз державных высях, От кремлевских сердцевых лицов. И не зная никаких амбиций, И не веря в выдумкам вождей, Будут люди добрые любиться, И жениться, и рожать детей. И рожать, ототря, арах. Станислав Золоцкий, последний соловей. Невероятно, и однако, вот радость-то, Я слышу соловья в начале августа. Уже в листве матерой загорелась мель, А он поет, он продолжает петь. Я думал, чудится, известно, что лидолог, Любовный век, в котором бредят соловьи, Но местный, сведущий и мудрый армитолог Развеял все сомнения мои. Последний соловей. В лесах ленив, тихо, Все птицы смолкли и готовятся в полет, А он мятежный, ищет соловьиху, Единственно свою, И потому поет. Напрасно горлом он выщелкивает воздух. Все самочки, давно в семейных гнездах, Не слышат ничего и кормят соловья. А он поет и день, и ночь подряд, Рулат и трелий, самоспродная лавина, Без адреса летит поверх и вглубь ветвей. Я знаю, что мечте не сбыться соловьи. И все же, не замолкай, последний соловей, Не замолкай, пусть воздухом заморским Спасаются сердца уставших от любви. Не замолкай, собрат, Ведь если мы замолкнем, Куда весной вернутся соловьи? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ